Привет, меня зовут Саша, а ты залетел на канал Apple Explosion и буквально несколько часов назад закончилась ежегодная конференция от Apple WWDC 2017, на которой нам показали кучу продуктов, про которые я расскажу в следующих видео. А сейчас мы с вами поговорим про iOS 11, первую бету, я ее поставлю на свое устройство, посмотрим на основные фишки, новые функции, в общем первый взгляд и первые впечатления. Перед доносом iOS 11 ходили слухи о новшествах грядущей программной платформы, некоторые из них подтвердились, Apple внедрила несколько сотен нововведений, а также оптимизировала операционную систему и уменьшила время отклика на действия. Презентуя iOS 11, купертиновцы продемонстрировали ряд основных новшеств платформы iMessage, Apple Pay, музыка, Siri, камера, фото, центр управления, App Store, Mail и другие. Первым Apple рассказала о приложении iMessage, которое получило синхронизацию сообщений между устройствами, сквозное шифрование данных и поддержку платежей между пользователями. При заходе с нового устройства все сообщения и изображения загружаются из iCloud, а если юзер удаляет отправленное сообщение, оно удаляется отовсюду. Apple Pay номер один на рынке бесконтактных платежей, но важное то, что теперь можно пользоваться Apple Pay для передачи денег другим людям. И все это в фирменном мессенджере Apple. Подтверждение происходит пальцем через Touch ID. Изменения в iOS 11 коснулись почти всех стандартных программ. Поддержка новой технологии в приложении камера позволит сделать ролики менее объемными при неизменном качестве, а фотографии будут сохраняться в новом формате вместо старого доброго JPEG. Впервые Apple вносит программные улучшения в камеры на старых смартфонах. В iOS 11 компания полностью обновила интерфейс пункта управления. Во-первых, он состоит из одной страницы, в то время как в iOS 10 их было две. Во-вторых, в нем активно используется функция 3D Touch для настройки разных параметров. Выглядит это гораздо проще и интуитивнее. Также тут появилась возможность записывать экран устройства прямо отсюда. В приложении фото появилось три варианта обработки изображений Live Photos. Пользователи получили возможность удалять кадры из середины живых фотографий, зациклить воспроизведение ролика и применить эффекты съемки вроде длинной выдержки. По замыслу разработчиков Live Photos станут самым настоящим инструментом для цифрового творчества. Получило обновление приложения Apple Maps, теперь оно включает внутреннюю навигацию для аэропортов и торговых центров. В режиме навигации карты не позволяют пользователю отвлекаться на сообщения и даже позволяют отправить быстрые ответы на входящие запросы в iMessage. Платформа умного дома HomeKit теперь позволяет создавать сложную мультимедийную систему в разных комнатах. В Apple назвали технологию AirPlay 2. Она будет совместима почти со всеми Bluetooth-динамиками. В iOS 11 радикально обновлен интерфейс магазина приложений App Store. Приложение выполнено в стиле Apple Music с круглыми заголовками, шрифтами и обложками. На главной странице магазина появились новые разделы приложения дня и игра дня. Во вкладке игры информация о приложении включает данные о внутренних покупках. Отдельного упоминания заслуживает технология дополненной реальности. Она обеспечивает быстрое и надежное отслеживание движений и окружающего освещения. В ходе презентации Крейг показал AR-технологию в действии. iPhone с помощью камеры без специального маркера определяет поверхности. Например, стол, на который можно поставить чашку или конструктор Lego. Они останутся на месте при движении камеры вокруг объекта. В рендеринге помогает и естественный свет, который определяется камерой мобильного устройства. Причем функция работает на всех актуальных моделях iPhone. Так что Apple AR сразу же становится самой массовой аэроплатформой в мире. Специально для iPad в iOS 11 появились новые функции. Расширенная док-панель с функцией предпросмотра а-ля macOS. Продвинутая многозадачность. Просмотр открытых приложений в стиле Mac. Технология Drag & Drop. Пользователи смогут перетаскивать значки приложений на экран и они будут работать в оконном режиме. Но при желании можно переключаться в режим Split View. В состав iOS 11 входит новое приложение Files для работы с локальными файлами и данными в обычных сервисах. Поддерживаются iCloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive и другие. Из приложения можно доставать файлы для, например, почты. Но главное это то, что на iPad теперь можно создавать папки, переименовывать их, перемещать и запихивать в них разные файлы. Установить iOS 11 можно через специальный профиль, ссылка на который есть в описании. Просто открой эту ссылку в Safari, установи профиль, зайди в обновление ПО и там увидишь iOS 11. Вот так вот все просто. Ну а если ты спросишь у меня, стоит ли ставить iOS 11, то мой ответ будет однозначный. Нет. И если ты мне не веришь, то вот тебе коротенькое видео, которое даст ответ на твой вопрос. Это всего-навсего первая бета и такие глюки происходят достаточно часто. И к этим глюкам нужно еще прибавить хреновую автономную работу и то, что устройство дико греется. Поэтому брошь диполный обзор, чтобы полностью узнать про iOS 11 все новинки, а потом поставь публичную бету, которая выйдет скорее всего в начале июля. Я уверен, что в iOS 11 есть много других крутых новых функций, но их надо найти, поэтому я буду использовать ее и расскажу про них в полном обзоре, который выйдет вот-вот. Кстати, чем больше лайков это видео наберет, тем быстрее он выйдет, так что давай уже жми лойс. Также можешь подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, ведь тут интересно. Еще у меня есть твиттер, где ты можешь прочитать новости из мира Apple и не только. Группа ВКонтакте, где смешные картинки, мемасы, которые поднимут тебе настроение. И Инстаграм, где просто фотки из моей жизни. Не забывай про самое крупное Apple-сообщество ВКонтакте. Думай иначе, пока. Субтитры сделал DimaTorzok